Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня я вам расскажу, как пользоваться модом GPS в Farming Simulator 19. Для начала несколько слов о том, что это за мод и почему он так полезен. Полезен он в первую очередь в мультиплеере, где по сути дела не работает курс плей, где приходится какую-то работу делать самому и для того, чтобы делать это ровно, используется мод GPS. Он не является читерским, поскольку на самом деле практически вся техника оснащена модулями GPS и они сами рулят на поле, чтобы все было ровненько и красиво. Так на самом деле существует в реальной жизни. В отличие от 17 фермы, в 19 мод GPS сделали немножко по-другому. Его нужно ставить на технику, сабы какой он работать не будет. Давайте купим какой-нибудь трактор. И вот здесь в меню, где у нас есть выбор двигателя, выбор колес и всего прочего, появилась новая штука Global Position System, что сокращенно является GPS. И собственно, чтобы работало на вашей технике, нужно забашлять 15 тысяч игровой валюты. И тогда он, собственно, будет у вас работать. Ну и давайте купим какое-нибудь приспособление, например, культиватор. Вот такой вот маленький, чтобы просто показать, как это дело работает с техникой. Но если вы только поставили мод GPS, а у вас есть старая сохраненка, где куча купленной техники, то, конечно же, можно его поставить с помощью автомастерской, которая находится около магазина или же приобретена у вас своя. Это не важно. Просто загоняете, собственно, технику в этот квадратик, подходите к маркеру, нажимаете соответствующую клавишу. У меня я на геймпаде играю, я на стик нажимаю. Нажимаете кнопочку настроить, и появляется то же самое меню, как и при покупке техники. Вот оно, наше старое доброе поле. Значит, по горячей клавише Ctrl S можно попасть в меню мода. Выглядит оно примерно вот так. Смысла в нем особенно нету. Единственное, если у вас стоит на технике, и вас бесят линии, то имеет смысл их выключить, но сейчас нам надо, чтобы они были включены. Ну и есть здесь еще одна менюшка, Snap Terrain Angel. Оно нужно для того, чтобы привязываться к сетке, к сетке карты. То есть, чтобы GPS-мод ориентировался на полосы под 90 градусов, под 45 градусов, там, 180 и так далее. Чтобы он работал ровно. Пожалуй, тоже включим это меню. Здесь также можно выстроить ширину вашей техники, ну и есть автоподбор. Вот у меня 3 метра сейчас культиватор стоит. Если же у вас какая-либо модовая техника, то, разумеется, не всегда правильно он считает, поэтому можете сами отредактировать. Итак, выходим из меню, и что нам нужно сделать? Для начала мы подъезжаем к углу поля, с которого мы будем работать, или, в общем, к той точке, с которой мы будем работать. Я вообще привязкой к сетке не особо сильно пользуюсь, точнее, не заморачиваюсь на эту тему, потому что есть компас, и можно выстроить технику аккуратненько под 0 градусов, как это сделал я сейчас. В 17-й ферме есть встроенный компас, в 17-й я обязательно ставил такой мод. И что мы делаем? Нам нужно создать две точки на расстоянии, ну, скажем, метров 15, чтобы была какая-то прямая. Для этого нажимаем Alt-E, и у нас появляется точка А. Далее проезжаем по прямой, метров 15, и еще раз нажимаем Alt-E. А, да, минимум 15 метров, видите? И вот у нас появилась точка Б. Далее для сохранения маршрута мы еще раз нажимаем Alt-E, и у нас появляются синенькие линии, которые, наверное, хреново будет видно, тем более, что YouTube похерит качество, но вот, выехав на травку, мы видим, что эти линии появились. И теперь, когда мы смещаемся, вот этот самый маршрут смещается. Далее все просто. Нажимаем клавишу Alt-X, она включает наш мод, и далее мы просто едем прямо, и он выстраивается на эту самую линию. Опять-таки, если вы сворачиваете куда-либо, то GPS автоматически выключается, то есть сразу по нажатии кнопки влево-вправо он отключается. Но для этого мы нажимаем еще раз Alt-X, например, сейчас, и он опять выстраивается. Видите, даже колеса сами повернулись. Можем опустить культиватор, включаем круиз-контроль, и все, он у нас сам ровненько поедет. И будет, соответственно, корректировать сам все повороты, и будет ровно все делать. То есть в мультиплеере вещь крайне необходимая. Далее, когда мы заканчиваем проход полосы, мы, соответственно, сами вручную разворачиваемся, подстраиваемся так, чтобы он захватил нужную нам полосу. Нажимаем еще раз Alt-X, запускаем круиз-контроль, и все, он у нас выстраивается, и далее все делает ровненько, четенько, в мультиплеере просто необходимо. Также ширину техники можно регулировать, в отличие от автоматической настройки, особенно с модовой техникой это касается, поскольку там иногда прописываются кривые размеры, с помощью горячих клавиш Alt-Plus, Alt-Minus на клавиатуре мы можем это дело сужать и расширять, или с помощью кнопки Alt-R включить автоподбор, точнее не автоподбор, а автонастройку ширины. Ну и все, ребята, на этом все, вот такой вот коротенький гайд у нас получился. Мод у нас только в первой самой бете, но главное, что он вышел, не все функции, которые были в 17-й сейчас доступны, но оно и понятно. Но самое главное, что он работает, и в отличие от того же самого сырого курсплея, он работает прям вот четко и все хорошо с ним. Собственно, кому информация была полезной, ставим палец вверх. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. С вами был Никита Дилей, всем всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok